Острый социальный кризис, охвативший нашу страну, отразился не только на материальном благополучии, но и на нравственном здоровье семьи. Впервые со времен войны смертность превысила рождаемость, распадается каждый третий брак, из сотен тысяч детей-сирот, находящихся на попечении государства, 95% – сироты при живых родителях. Нередко семья, особенно многодетная, не может самостоятельно преодолеть трудности. Очень важно вовремя оказаться рядом и протянуть руку помощи, не дожидаясь распада семьи и самого страшного – социального сиротства. Так, давай, начинай сносить. В этих пакетах – констовары. Карандаши, тетради, многое другое, необходимое для учебы. Школьников у Сергеевых двое, а всего в семье семеро детей. Собрать в школу старших мальчиков самостоятельно не получилось, и на помощь пришли волонтеры Домика детства. Помощь необходимая и оправданная. Прежде чем начинать помогать, мы, естественно, изучаем условия жизни, знакомимся с родителями, с детьми, и пытаемся понять, действительно, насколько им нужна помощь, что они готовы сами делать, и не станут ли они действительно иждивенцами. Вот Зоя вместе с ее папой, с мужем, на мой взгляд, делают все от себя зависящее, в меру их способностей, образования и возможностей для того, чтобы содержать, растить детей самостоятельно, для того, чтобы они не попали в детский дом, для того, чтобы отдать им образование, обеспечить всем необходимым – едой, одеждой, лекарствами. Зоя еще очень молода, ей всего 30, но она уже мама со стажем. Жизнь в первом браке не сложилась, девушка не захотела расти детей с мужем-алкоголиком. Последний ребенок родился уже в новом браке. Зоя говорит, что всегда мечтала иметь много детей, и в этом их желания с Юрием совпали. Я в старости хочу потом быть счастливым дедом. Это же хорошие дети, они помогают нам, это просто там свой подход нужен. Но вы справитесь в конечном итоге-то с такой оравой, скажем так? Мы справляемся, конечно, это наша цель – вырастить детей, дать им будущее образование, цель в жизни. И все, что мы можем, мы им отдаем. Дали три адреса, куда надо съездить, собрать опять кучу документов, которые опять платные. У меня, что ребенок инвалид, мне положено жилье. Что здесь пишут, что ребенок инвалид, у вас положено жилье. Но опять надо собрать документы, опять куча документов, которые платные у нас документы. Квартира, где живут Сергеевы, досталась Зое от родителей. Вместе с ними проживают Зоин отец и ее брат с девушкой – 12 человек на 40 квадратных метров. Надо как-то решать вопрос о расширении, но с этим многодетная семья справиться как раз и не может. Юрий сутками пропадает на работе, у Зои не хватает времени и денег собрать необходимые справки. 500-600 рублей каждая справка. Это на всех собрать, это считается даже на нее, что она маленькая, на нее тоже надо собирать. Ну, на маленькую тоже справку. И на машину, что на ребенка не зарезает, что квартиры на нее нет, и все остальное. Вот такие вот, считаю, все справки надо платные у нас. У нас единственное, что сейчас проблема стала, считай, что школа там очень, что ребенок сейчас проблемный. Второе, что у него опираться, запираться сейчас будет, считай, вот эти деньги на продукты у нас, на продукты, на, считай, варплаты у нас уходит очень много. Вы везде льготы должны получать. У нас льгот также нет, у нас льгот не в садик, мы не можем льготно пройти. Например, в школу мы также входим, бегаем, чтобы попасть в школу. У нас школа преодоления, вот у меня двое учатся в школе преодоления. Мы за, вот сейчас она попадет, у нас уже в феврале в месяце, уже надо сдать документы, успеть в эту школу попасть. Денег, что зарабатывает Юрий, отчаянно не хватает. На одежду и еду как-то выкраивают, но детям негде спать, не с чем ходить в школу. Питание и памперсы для малышки покупают через интернет, и Зоя рада любой помощи со стороны. То есть двухъярусный кровать нам надо в ту комнату, чтобы детям спать отдельно. Ну да, старшим хотя бы. Вот, если получится две, потому что для старших четыре человека, вот Егор, Ангелина. Там будет куда поставить? Да, у нас есть место там. Помогают церковь и волонтеры, но есть и другое отношение. Большая семья нередко вызывает сильное неодобрение окружающих, поскольку выбивается из рамок социального стереотипа. Просьбу нашу, чтобы помочь нам продуктами, там, ну, типа, нарожала, типа, теперь милосты не просишь. Было такое, была такая ситуация. Вокруг многодетных семей зачастую возникает зона социального отчуждения. Их считают иждивенцами, хотя на практике льготы у них очень скромные, а размеры детских пособий никак не соотносятся с уровнем жизни. Между понятиями «многодетный» и «неуспешный» человек практически ставится знак равенства. Может, поэтому демографическая ситуация в России близка к катастрофе. С одной стороны, государство призывает рожать как можно больше, а с другой – такое вот отношение. Сами нарожали, сами и выкручивайтесь. Мне кажется, это та семья, которой помощь нужна. Помощь, причем, не только материально, но помощь морально-психологическая поддержка. Прийти просто пообщаться, помочь сделать детям уроки, посидеть с теми же детьми, пока Зоя ходит, справки собирает. Я думаю, эта помощь даже важнее, чем привезти одежду или еду, на которую, к счастью, пока им хватает. Посильную помощь таким, как Сергеева, всегда готовы оказать в центрах семья. Зои и ее детей хорошо знают в железнодорожном отделении. Здесь пообещали найти возможность для занятий малышей с логопедом. И готовы помочь с получением путевок в лагеря для старших детей. Она стоит у нас как многодетная семья. То есть вся информация есть. Даже если она затруднена в плане копирования каких-то документов, у нас они есть, мы можем ей оказать посильную помощь в сборе этих документов. То есть ей просто хотя бы нужно прийти с паспортом и написать заявление, а остальное мы ей поможем. Единственное, ей нужно будет все-таки в медицинском учреждении оформить соответствующую справку. Семья Зои и Юрия далека от идеальной. Им не хватает образования и социальных связей, зато в достатке трудностей и неприятностей. Но нельзя и считать их безответственными, требующими поддержки от государства. Это просто особый мир, со своими плюсами и минусами, своими радостями и проблемами, как и мир любой семьи. И в нем очень любят детей. Я без них не могу, я без них просто не могу. Меня тянет. Я ухожу на работу, а на следующий день мне уже домой. Все, я бегу домой, рвусь. Я уже привык как бы засыпать под шум, просыпаться, нормально. Я рожала для себя, получается, для мужа, для семьи, для себя. Это мои дети, я никому не отдам. Даже вот если ОПЕКО придется и скажет, что у меня плохо здесь, все, я никогда, я всыплюсь в детей, и это будет, это мои. Реактивные меры в сфере семейной политики не привели к серьезным изменениям для детей, находящихся в социально опасном положении. По последним данным, общее количество сирот в России составляет более 800 тысяч. Если есть хоть малейший ресурс, семье надо помогать. Надо учить родителей быть родителями. И это задача не только социальных служб. Наше равнодушное отношение бывает преступным. И помощь нередко начинают оказывать на поздней стадии кризиса, когда итогом является ограничение родительских прав или изъятие ребенка из семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова